Реформы продолжаются, но сдвигаются приоритеты. На очередном семинаре с представителями управляющей компании эксперт ПЖКХ Игорь Кокин сделал обзор важнейших изменений жилищного законодательства. Он отметил, что этот год проходит по знакам обращения с ТКО. Эта реформа продолжает будоражить умы россиян. Жители регионов до сих пор жалуются на завышенные тарифы и просят пересмотреть нормативы. Они пересматриваются буквально на прошлой неделе. Руководитель российского экологического оператора заявил, что правительство отказалось от идеи расчетов по факту, потому что технологически это очень сложно реализовать в нашей стране. Другая проблема – рост коммунальных тарифов. Минимум два раза в год потребителям сообщают о том, что плата за коммуналку увеличится. Игорь Кокин отметил, что теперь эта проблема находится на жестком контроле Федеральной антимонопольной службы. Приняты поправки в 400-е постановление, в связи с чем субъекты федерации сегодня находятся под очень жестким контролем части соблюдения предельного индекса. Также Игорь Кокин обратил внимание на проблему должников по оплате коммунальных услуг. Количество неплательщиков растет год от года. В 2019 году сумма долгопотребителей перевалила за 1 триллион рублей. Для сравнения, это четверть годового оборота вообще всей сферы ЖКХ в стране. И что с этим делать не очень понятно пока, но зато понятно, что надо ограничивать как-то действия кредиторов по отношению взыскания с должников соответствующей задолженности, потому что, в общем, иначе мы попадем в очень неприятную ситуацию, когда у нас там значительная часть населения будет просто в должниках. На семинаре обсудили новые постановления правительства и особенности предоставления коммунальных услуг. Также представители управляющей компании смогли задать специалисту интересующие вопросы.